Всем добрый день! Хочу показать какие у нас пришли луковицы тюльпанов. Пришли в таких вот ящиках. Так они накрываются сверху. И в каждом ящике по-разному 450 до 600 штук тюльпанов. Один из самых известных сортов Ван де Мост. Видите, росточки пошли. Качество в этом году отличное. В том году было немного похуже у некоторых сортов. Нынче вообще идеальное. Мы поменьше заказали нынче. Не знаю, как будет у нас обстановка нынче со всеми этими карантинными делами, как будет продаваться. Поэтому решили не рисковать. Заказали поменьше. Кунг-фу сорт. Отличное просто качество. В том году нам упаковали, везти надо было далеко, упаковали коробки картонные плотно. И они в процессе перевозки запотели. А нынче мы попросили, чтобы нам отправили в ящиках. В Голландии они в таких ящиках и приходят. Вот. И просто их сверху утеплили. Все, они пришли сухие. Ничего не запотело, ничего не испортилось в дороге. Отлично все доехало. Очень удобно. Ну и плюс ящики еще останутся у нас. В них тоже можно садить тюльпаны. И вообще пригодятся в хозяйстве. Вот у нас, значит, Сурендер сорт. Лаптоп. Очень такой ходовой. Так, одной какого-то не было. Вот Неглижи нам, по-моему, поменяли на Неглижи. Вот такой с бахромочатой. Попробуем вырастить. Ну, Хэн Вандемост, я уже говорил. Тоже моего пара ящиков, потому что самый ходовый Строн Голд. Тоже знаменитый. Самый ходовой тоже. Вот лаптоп эти три сорта. Ну и белый мы Snow Lady заказали. Один ящик. Все. Да, ну и Фабио еще. Фабио в том году выращивали. Нам очень понравился. Сорт не очень высокий, но бокал очень большой. Раскрывается вот этот бахромчатый. О, это очень красивый получается. Сегодня у нас какое? Восьмое вроде бы. Восьмое, да. Или девятое уже декабря. Ну, не спеша, в течение 10 дней мы рассадим. Высаживать можно до конца декабря даже. Ну, числа до 20-25. Спокойно, не спеша. Можно растить, в принципе, вообще за один день. Вот. Но мы делаем следующим образом. Сейчас покажу. Начал я уже чистить их. Вот. Так как у нас не много нынче штук. Мы в том году чистили. У нас было чуть побольше. Вот. Можно не чистить, а так прямо и высаживать. Но, значит, самое главное, чтобы вот корешки, видите, очистить, чтобы корни пошли. Корневая головка, так называемая. Если ее не очистить, корни не пойдут, и цветка не будет, вообще расти не будет толком. Вот. Ну, я чищу больше с другой целью. То есть, снаружи-то не обязательно ее убирать. Главное, значит, вот корневая, чтобы была очищена. Вот смотрите, сколько я его очистил здесь. Это будут пасынки. Выросли бы они. Детки, так называемые. Вот. И очень удобно их сейчас сразу убрать, чтобы потом по кустам тут не ползать. Они будем плотно, будем их садить в ряду дырочки. Вот. Чтоб пасынки не убирать, не резать. Лишний раз я их сейчас вот убираю просто и все. Ну, какую-то часть все равно останется, конечно, где-то проглядела. Но там немного единичные останутся. Вот. Ну, сюда еще кидаю луковицы, которые такие. Ну, это не брак. Из них тоже вырастет, они плотные, все нормально. В том году вот много таких вот приходило с плесенью. Это пенициллин. Ничего страшного там нет, все вырастает. Главное, чтобы не было повреждены корни. Вот. Ну, я их отдельно просто высажу в отдельный ящик, чтобы, мало ли, дальше зараза не пошла по хорошим луковицам. Поэтому я вот так вот их отдельно потом высажу. Детки. Куда детки? Значит, я детки тоже высажу в ящики. Вот. Из крупных деток могут уже быть цветочки. Их тоже можно недорого продать. Вот. Из таких вот уже вполне могут быть. Потому что у нас из пасынгов мы как-то оставляли в том году пасынки. Из них тоже вырастают небольшие цветочки. То есть какие-то на украшения, на корзинки в магазины тоже берут их. Поэтому не выкидывайте. Вот. Я уже начал. Стронгголд. Вот. Не спеша ящик два в день. Буду чистить и сразу высаживать. Сейчас покажу. Вот. Луковицу беру. На рукой неудобно. Ну, вот так вот. Раз и все. Вот пасынок, смотрите, сразу. Детка. Пасынок. Вот потом, когда если так его оставить, то он пойдет. Если... Пасынки вообще надо убирать их, потому что цветок может быть мельче. Видите, раз и вот так. Тут корешки есть у него. То есть он часть силы на себя вытягивает. Естественно, нужно его убирать. Питательных веществ на себя забирают за чем-то нужно. Все. Видите? Луковица чистая. Все. Корешки. Все тут почищено. Все будет нормально расти. Отличное качество. Ну, детки я туда вот складываю их отдельно. Так. Ну, конечно, у кого много, там, садят там десятками, сотнями тысяч, конечно, и так никто не чистит. Быстренько проглядывают только вот корневые головки. А иногда даже и так я видел высаживаю. Когда очень много, конечно, это такая работа. Ну, ящик примерно, я не знаю, сколько. Часа полтора-два так. Не спеша, если не очищаю. Очищаю. Вот. Ну, у нас небольшое тут хозяйство, поэтому мы каждую луковку лучше сделаем. Будем, значит, высаживать. Покажу опилочек у нас. В том году у нас был торф. Мы покупали. Такой нейтральный, без всяких удобрений. Мы черешили на опилочек. Ну, часть здесь немного торфа. Еще прошлогоднего осталось. На улице все у нас было в куче лежало. Под дождем мокло. Все вот так вот перемешалось. Опилочки подгонили. И получилась вот такая земелька. Тут и песок. Немного, большая часть, половина опилок. И, может, там, не знаю, одна треть торфа немного перемешали. Все, я разложил толщиной сантиметров тут где-то 7 примерно. Плюс-минус так. Все, и вот там у меня куча, я буду засыпать. Завтра все это пролью водой. Все, и начну высаживать первый сорт. Засыпать тоже сверху вровень с луковицами. Ну, чуть побольше можно, там, сантиметры. Вот. Все, будем подписывать каждый сорт. Сыдьбом вот так вот, редками. Ну, это я тоже покажу, кому интересно. Потому что только начинают еще. Да и вообще опытом делиться. У нас есть печка. Так, здесь вот вода. Сейчас покажу. Вода здесь у нас и скважины, и сейчас у нас снег на улице уже есть. Поэтому я сюда еще и снега растопил. В видео я, что делаю, значит, высаживают тюльпаны сверху землей, значит, все закрывают. И сверху еще снегом. Он постепенно тает, пропитывается. Вот, дистиллят, он нужен для тюльпанов. Так, ну, что еще? Так, ну, пока, наверное, все. Пока буду чистить луковицы. Буду завтра высаживать. Сниму снова видео. Покажу, как я, значит, высаживаю их. Поливаю. Сейчас, вот видите, у меня просохло. С улицы я принес была пилок. Ну, такой влажненький еще немного. Ну, конечно, надо делать сырее. Пролить, чтобы он по-хорошему пропитался. Вот, чтобы шло укоренение. Потому что только в влажной почве тюльпаны начинают давать корешки. Он начинает укореняться. Но нельзя переливать тоже. Сильно. Чтоб не было болота. За этим надо тоже следить, потому что луковицы могут гнить. Начинаются болезни всякие. Температуру, да, значит, луковица у нас охлажденная. Температура, значит, держать надо сейчас не выше 9 градусов. Вот. Ну, градусов все. У нас здесь, видите, теплица такая она. Одна печка у нас посередине здесь. Поэтому ровно держать температуру так не удается. Сейчас у нас морозы еще по 20 ночью, поэтому кутру бывают, выхолаживают. Гроза может там до плюс там 3-4. Потом я немножко потаплю, выравниваю. То есть в течение дня я смотрю. Такая печка долгоиграющая. Здесь у меня еще вот такой бак. Он нагревается. Вода теплая. Теплица-то не маленькая, поэтому... Ну, нормально, в общем. В том году мы также выращивали. Все получилось, все выросло. Надеюсь, что в этом году все было тоже нормально. Качеством я очень доволен. Скажу еще раз. Луковицы. Ну, Хэнн-Де-Мост в том году приходил вообще отлично. С такими же ростками. Ну, зависит много от сорта. Луковицы. Сурендер. Шикарные, просто шикарные луковицы. Вообще. Вот, смотрите, вот. Вот, видите, если так оставить... Корневой валик закрыт очень плотно. Поэтому нужно убирать эту шелуху и освобождать его. Ну, такой вопрос, конечно, могут задать. А как же в природе, мол... Что там, никто бы не убирает. Кто-то валик там. Все верно, но... В природе там... Они же как бы выращены уже искусственно. В природе, если бы сидела там луковицы постоянно, то есть корни-то были бы постоянно. То есть вот и было бы размачивалось все эти... То есть луковицы, то есть не были бы такие сухими. А их здесь достали. Видите, они просохли. Это стало очень плотным. Поэтому приходится тоже как бы искусственно убирать это. И в природе, конечно, тут они не все, видите, какие-то есть и открытые. Вот в этом сорте почти. Здесь вот как раз они почти все закрыты. Конечно, они полезут, видите, где-то в сторону полезут. Пока они тут, видите, вот пролезут там. Пока они пробьются через эту шелуху. Какие-то, конечно, если так просто сейчас натыкать, конечно, все равно они будут расти. Какие-то просто лучше будут, какие-то хуже. А нам надо, чтобы выросли практически все 100%. Поэтому мы вот все их так вот... Видите, вот видите, тут такие мелкие-мелкие корешочки. Видно, наверное. Все, они беспрепятственно уже начнут расти. Ну, какие-то сорта лучше чистятся, какие-то похуже. Вот в том году было очень много таких вот пенициллин. Вообще, как бы он не страшен для луковицы. Все вырастало из таких. Как делают, значит, я видел, вырезают здесь ножом прямо. То есть, нужно, главное, чтобы корни были или сердцевина там. Из нее вырастает цветок. А то, что здесь наружу, ничего страшного в этом нет. Вырезают и потом, значит, там, марганцовкой это промазывают здесь. Обман, как бы, можно куда-то развести ее. Кто-то я видел там зеленкой, кто-то йодом тут. И все промазывают, когда вырежет. Мы в том году в марганцовку окунали. Какую-то одну партию сначала сделали. Где-то ящик один. В одну партию окунули. Вот. А потом и не стали. Даже так вот прямо насадили там уже под конец. Выросло одинаково. Вообще никаких проблем с этим пенициллином нет. Ну, можно там, значит, советуют. Там есть специальные у них. Отправляют они, кто занимается поставками. Обработать луковицы. Не знаю. Мы ничем не обрабатывали. Все у нас вырастает. Ну, здесь вот немного ничего таких. Но я их отдельно посажу. Ничего, как бы, страшного нет. Видите, очень период. Почему все успевает вырастать? Потом оно вообще в труху превращается. Когда цветок уже срезаешь. Все в труху, вся луковица превращается. Но цветок, главное, она отдает. А что нам еще нужно? Вот. Поэтому, видите, очень период маленький. Как бы, получается, выгонки цветка. То есть, сначала укоренение идет. Температура небольшая. То есть, в принципе, ничего не развиваются. Никакие болезни при такой температуре низкой. Вот. Потом выгонка. Там буквально месяц, 3-4 недели. Все, мы срезаем, убираем в холодильник. То есть, просто болезни не успевают. Развиться так, чтобы весь урожай там погубить, допустим. Ну, единственное, топпинг, да. Вот за этим надо следить. Топпинг. Здесь причин много. Почему могут падать фельпа? У нас в этом году было немного. Там причин много. От перелива, например. От температуры. Высокой. Вот. Если ботничек, какой-то топпинг появляться. Я вот покажу, как что-то такое. Как и что. Так. Ну, ладно. На этом все. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Все будет показывать, рассказывать. Вплоть до срезки тюльпанов. Как будет у нас процесс тюкоренения. Ну, и так далее. Всем всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»